А 16 февраля наши азиатские соседи будут праздновать Восточный Новый Год. Предпраздничная лихорадка уже захватила приграничный Китай. О том, как соседи готовятся к главному празднику, рассказывает Александр Мальцев. Поезда, автобусы и самолеты в Сирии с Изяньзи, столице корейского автономного округа на северо-востоке Китая, уходят забитыми под завязку. На вокзалах яблоку негде упасть. Пассажиры штурмуют билетные кассы. На железнодорожном вокзале – Вавилонское столпотворение. Кажется, в эти дни весь Китай отправился в дорогу. Китай приходит в движение за неделю до Восточного Нового Года. В этом году его отмечают 15 февраля. А все дело в традиции встречает Новый Год в кругу семьи. Вот и возвращаются китайцы со всего света в отчий дом. В эти дни встречаются родственники, которые не виделись уже целый год. В отличие от русских, китайцы очень мобильны. В поисках лучшей работы и лучших условий для бизнеса они легко перемещаются по стране. Приграничный Хончуни. Бурное развитие торговли с Россией привлекло сюда людей со всего Китая. Для неместных новогодние каникулы начинаются примерно за неделю до Нового Года. Закрываются рестораны и магазины. На этой улице уже закрылась половина заведений. Популярная туристическая улица в Хончуни европейская. Обычно многолюдная в эти дни она опустела. Закрылись рестораны, клубы, караоке. Повара, охранники, владельцы все разъехались по домам. Многим из них добираться до Водчего дома по несколько суток. На двух-трех поездах и нескольких автобусах. Билеты на поезда и самолеты раскуплены на все ближайшие рейсы. На скоростные поезда, которые отправляются из приграничного Хончуня, остались только стоячие места. Но это никого не смущает. Люди готовы 10 часов пути до Пекина провести на ногах. Традиция здесь, что тут. Новогодние праздники в Китае продлятся неделю. Ограничный переход краски на Хончунь закроется 15 февраля и возобновит свою работу лишь в 19-м. Александр Мальцев, Север-Восток Китая. Панорама.